итак дорогие друзья продолжаем джанга 2 плюс сервер ребят этот курс я делаю полностью практический то есть я не опираюсь не ни на что кроме как на само приложение вот я не зря вам дал вот мы начали с документации да то есть и у вас должна быть такая же как и у меня документация сейчас секунду вроде бы открыл которую вот я начинаю вести да только я веду свою больше по проекту больше по проекту и пишу я на несколько шагов вперед исходя из того что мы делаем то есть я понимаю нашу основную цель то и наша основная цель это написать сайт на джанга вторая цель настроить сервер на debian 9 полностью его настроить и загрузить туда сайт на джанга запустить чтобы он работал грубо говоря после курса вы должны самостоятельно строить vps или обычный сервер но обычно вам сейчас не надо vps такой же сервер просто кто не знает чем отличается vps сервера от обычных просто обычный сервер очень большой поэтому что делают обычно люди ну хостер и они берут сервер где ставят на виртуальную машину и делит этот сервер на несколько серверов и в принципе настройки те же самые просто получается что несколько мест на сервере до дают статичные статические api и настраивай поэтому но кроме этого по ходу проекта я как сказал я опираюсь только на проект вот мы начали с настроек вот закончили прошлом уроки на middleware да дальше вот и пойдем по настройкам потом раз я уперся в контекстный процессор ага понял что контекстные процессоры надо вместе с вами проработать например такой элемент как фото профиля вот над ними будем работать то есть по сути дела так как курсов я написал уже очень много поэтому сидеть и составлять какой-то план здесь сейчас не имеет смысла имеет смысл я пошел более практичным путем то есть собрать практику вот будем писать дальше приложения и я вот то что вспомнил как раз сейчас держал голове и вспомнил зачем вот эти вот документацию вести чтобы сразу записывать ребят вот я сейчас открываю план план и дописываю так здесь дописываю даже так раньше 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 вот здесь где-то запишу так настроить жупайтер жупитер жупитер настроить жупитер потому что это классная командная строка где вы сможете себе описывать вот вспомнил пришло вот именно когда вот это понадобилось и работаем и никогда никуда это не денется ну это понятно ну а дальше дальше идем давайте я это уже сказал но проговариваю еще раз следующем курсе курсы сами находятся ребят сразу говорю интерфейс поменяется в скором будущем поэтому не не переживайте не найдете все курс находится в рубрике в любом случае искать отдельный курс жанга 2 плюс vps сервер вот чисто практически чисто практически я постараюсь вложить только практику и очень обширные домашние задания ну а дальше идем как мы договорились жанга но самое главное я сейчас хотел обратить внимание на ведение документации вы создаете свои рубрики только вы вот то что мы делаем вы описываете своими словами и вам важно создать страницу где вы будете что-то дорабатывать вот мы с вами допустим в прошлом домашнем задании вы здесь пишите отдельную папку создадите домашние задания вот было у нас домашнее задание рассмотреть 9 настроек да вы все это сюда когда будете рассматривать все это себе сюда документируете ничего не надо откладывать там потом посмотрю все забудется все должно быть в записях договорились договорились вы то что вы уже уже вы это вы вы